Всем привет, меня зовут Виктор Рафиков, я начинающий видеоблогер на YouTube. Сегодня проведу интервью с интернет-предпринимателем Евгением Фокиным, и он также является немножко ютюбером, снимает видео на YouTube довольно успешно. И начнем с первого вопроса. Жень, твоему каналу уже более шести лет, для чего он создавался? Приветствую, Виктор, приветствую, друзья. Ну смотри, вообще я, когда создавал свой канал, я, точнее, как сказать, я его не создавал, я создавал почту на Google, а потом я узнал, что почта на Google дает сразу же, как бы, ну, и канал на YouTube, то есть когда мы регистрируем аккаунт в Google, и дается нам еще, ну, дополнительный сервис от Google, а YouTube таким же считается, то есть я никогда, ну, не знал, что у меня уже, по сути, был YouTube-канал, да, там осталось сделать один клик, и он был бы зарегистрированный. И, в принципе, скажу сразу, YouTube-канал я начал вести не сразу, как бы, и еще раз говорю, я не сразу знал, что у меня был YouTube-канал, и где-то он у меня, да, по-моему, с 12-го года, как ты сказал, уже где-то 6 лет ему, и, получается, я где-то в первой ролике начал заоружать через год, в 13-м году. Это были у меня скринкасты, то есть поначалу я себе не показывал, тренировался, просто снимал экран и, как бы, записывал свой голос. А почему ты именно скринкасты делал? Ты боялся или что? Или ты хотел именно скринкасты делать? Нет, сначала, конечно, есть страх, и вообще, скажу честно, первый скринкаст мне, я хотел, я, короче, делал обзор одного проекта, мне девчонка дала текст и дала мне слайды, я пытался по этим слайдам наговаривать ее текст, и у меня получилось, я, ну, как, не смог наложить одно на другом, то есть я не успевал за слайдами, не успевал говорить свой текст, то есть у меня не было опыта, и получилось так, что со временем я попробовал сам, да, было коряво, но кое-как я смог озвучить презентацию проекта, это вот было одно из первых своих роликов, и потом я это загрузил на YouTube. А вот интересно, этот ролик, он еще есть на твоем канале? Первый? Нет, я скажу так, что роликов у меня некоторых уже нет, и этого в том числе, потому что об этом еще позже расскажу. Во-первых, этот контент касался, ну, какой-либо темы, а не меня, а я считаю, что на YouTube нужно продвигать в первую очередь себя, и еще есть такой момент, скажу вот вам, друзья, тоже наперед, никогда не удаляйте старые ролики, это ваша жизнь, это ваша история, я пожалел. И у меня остались некоторые ролики с 13-го года, и хорошо, что я их не удалил, потому что я вижу, как я расту, то есть как я говорил, как я выглядел, да, и как я стал говорить, как я стал снимать, это твоя история, тебе есть чем сравнивать. И всегда приятно видеть, когда ты растешь, то есть это твоя история, ты даже можешь это потом показать детям, кому-то там еще, то есть, поэтому если вы записываете ролики, особенно себя, даже не важно, там речь свою, не стесняйтесь, это история. И все равно для каждого вы не будете хорошим, потому что все равно будут люди, которым там не будет нравиться ваш голос, там еще что-то. Главное, чтобы вы знаете, для чего вы снимаете, и не нужно париться, бояться своего голоса, своей, как говорится, физиономии, что для всех хорошим не будешь. Но ролики нужно, конечно же, свои оставлять, потому что это ваша история. Ну, единственное еще хотел бы добавить, что если даже вы хотите удалить ролик, но он вам не нравится, можете его оставить в любом случае, просто закрыть доступ для себя, например. Ну, как вариант. Кстати, хорошая идея, да, такое на ютубе есть, да, возможно, закрыть, чтобы кому-то показать, либо же скачать себе на край. Доступ можно так же. Ну, например, там, только для своих, к примеру. Но не удалять, как бы, все равно, пускай остается. Быть может, потом ты захочешь выложить, правильно? Да, и еще хочу сказать наперед фишку. Это сказывается на ютубе. Когда ты удаляешь ролики, они сказываются. Во-первых, просмотры отбавляется, во-вторых, если ролик зашел и занял топовые позиции, он может собирать трафик очень долго. А когда вы удалили, все, он пропадает. То есть этот ролик, трафик, то есть трафик вы теряете. Особенно вот есть люди, у которых ролики зашли, но они перестали быть актуальны, и люди их все равно удаляют. Это, я так же делал, это грубейшая ошибка, потому что эти ролики, хоть они не актуальны, возможно, но они просматриваемые. Ну, какая-то есть, получается, актуальность. Они могут приводить... То есть, когда человек открывает, и ютуб начинает рекомендовать похожие здесь видео, и с этого видео, вроде бы, казалось бы, не актуального, да, завлекательного, люди могут попасть на ваше новое видео, которое подсунет также ютуб в рекомендациях. И с этих видео, на актуальный период, возможно, в актуальных видео у вас там... Вы там проверяете какую-то тему, какие-то свои услуги, и люди заинтересуются вашими услугами, либо под на ваш канал. То есть из старых роликов тоже можно получить... Выглядит... Вот еще, Жень, хотел у тебя вопрос спросить. Ну, вообще, как ты давно в сфере интернет-заработка, ну, в том числе, ютуба, и как ты вообще пришел в интернет? Почему именно интернет? Так, как давно? Вообще, в интернете уже я примерно пять лет. Пришел я в интернет, там, как получилось? Я был в сетевом маркетинге, и я общался тоже с человеком в этой же компании, мы были в одинаковой компании, и потом он, ну, как-то попал в чат, и в этом чате там появились тоже люди, которые уже были в всяких проектах, и он говорит, давай вот в эту тему, я залез в эту тему, потом там через скайп-чат образовали связи, там люди увидели, что я там-там, вот так завязалось, потом мне то в тот, то в тот проект, то в тот, меня в тот, и то есть вот это пошла интернет. Я искал свой проект, там, ну, как бы, не все сразу дается, правильно? Да, я когда заходил, у меня не было опыта, на мне, по сути, зарабатывали, и меня обманывали, потому что, ну, нет опыта, я всем верил, думал, о, здесь надо вкладывать бабки, ничего не делать, и в итоге я, как бы, терял в основном. Это было сколько? Не один год, кстати, я года два с половиной, примерно три, точно не помню, не мог вообще ничего заработать. Ну, по сути, зарабатывал, терял, то есть я постоянно искал новые возможности. Но, однако, все равно, скажем так, зерно, зерно в твоей голове поселилось, то, что в интернете зарабатывать можно, и ты эту идею не бросал, даже не зарабатывая первые года, правильно? Смотри, да, знаешь, что меня мотивировало? Меня мотивировало то, что другие люди уже зарабатывают. Я видел, что люди зарабатывают, и я им верил. Ну, как так, показывают деньги, это же не может быть наигранно, тем более разные люди, я понимал. Я просто понимал, значит, я что-то делаю не то, или, значит, у меня не хватает просто навыков. И я вот, вот это вот меня мотивировало, то, что вот, я смотрел, я был самолучкой, я смотрел ролики на ютубе, всякую вот эту информацию в интернете читал, у меня не было наставников, и поэтому у меня вот такой был путь неудачный. Я просто вам, ребят, скажу, если вот вы сейчас стартующие, сейчас, я говорю, выгодно инвестировать деньги в свои знания и покупать знания людей. Лучше заплатите за консультацию, купите индивидуальную работу, и вы сократите свое время, не как и я, потому что время сейчас очень стоит дорого. Вы его, вот, да, я вот сам жалею, что мне сегодня не 20 лет, понимаете. Но в какой-то степени я не жалею то, что у меня уже есть какие-то знания, и я уже 5 лет назад начал изучать индустрию интернета, потому что я понял, что интернет будет развиваться, и интернет – это всего лишь прекрасный инструмент. А сегодня сейчас, посмотрите, все в интернете, заказываем такси в интернете, билеты в кино, зарабатываем, не знаю, там, билеты на путешествия, все прошло просто в интернет. Сейчас даже вот вести бизнес можно с телефона. Если я раньше, да, там, в сетевом бизнесе ездил, на встречи, например, до офиса, все, сейчас я на встречи вообще никогда не поеду. Я просто даю человеку информацию, если она ему интересна, и он что-то делает, я вижу, что он толковый, даже если человек в моем городе, тогда я только поеду к нему, и я ему дам информацию, отвечу на вопрос. А так я просто так не буду ездить. В свое время я наездился, поэтому интернет сокращает наше время и повышает производительность, увеличивает охват и бизнеса, и масштабов. То есть интернет – это крутой инструмент. Поэтому тогда я еще не осознавал, но просто тогда я на интернет смотрел, что ты работаешь дома, это круто, только вот с этой точки зрения. И сейчас я как бы вот глубоко понимаю, что интернет реально рулит. Понятно. А ты, вот от меня тоже сейчас вопрос, а ты вообще не планируешь обучать интернет-заработку людей? Ну смотри, что значит интернет-заработку обучать? В принципе, я даю какие-то, могу дать консультацию. Человек может ко мне постучаться, например, спросить у меня, анализировать, а лохотрон – это не лохотрон, я как бы разбираюсь. У меня есть чисто… Я не какой-то теоретик, я не просто там как некоторые пинжак одели, типа мы гуру, типа мы зарабатываем, сделали фотосессию за 500 рублей и приехали, да. У меня реальный опыт есть, у меня 5 лет, все, если как бы кто-то там сомневается в моем опыте, вы можете зайти на мой канал и посмотреть огромное количество роликов, и как я рассуждаю, вы поймете, глупый я, теоретик я или у меня есть практика. И как бы я могу, да, вот так проконсультировать человека там на полчаса, на час, дать ему какие-то рекомендации. По соцсетям также могу какие-то дать, ну чисто какие-то такие работы. А так пока в планах вот именно конкретно обучать там, брать какой-то там, как сказать. Ну да, брать обучение и доводить до результата, к примеру, там, ну знаешь, как обычные инфобизнесмены делают. Ну, а понятие, опять же, заработка, это такое понятие, как бы, ну, есть, например, инструмент, например, компании, и именно конкретно обучать в этой компании зарабатывать, но это одно. А просто обучать людей как бы заработку, ну как ты его обырешь, нужно выбрать нишу, а допустим, он там юрист. Например, смотри, Жень, например, ты развиваешь какой-нибудь сетевой бизнес и можешь, ну, человеку показать, как здесь зарабатывать и, как бы, довести его до результата, грубо говоря. Так же ты можешь делать, правильно? Ну да, ну, в стандартах, как бы, в сетевых бизнесах, там, как бы, да, свое обучение, ну и, как правило, там не везде качественно обучают. Человек вообще должен, да, сам развиваться, либо же иметь вот такого наставника, который уже реально знает опыт и реально может, как бы, поднакидать ему, как продвигаться, например, в сетевом бизнесе или продвигаться в своей теме, как бы. Я могу реально, у меня есть хороший опыт, я могу, как бы, подсказать, как продвинуть, например, продвинуться и тему в соцсетях, потому что в том году у меня 100% денег было из соцсетей. Я вот продвигаю, да, свои услуги по ютубу, да, по соцсетям, и то есть все деньги ко мне пришли из соцсетей, и из них, наверное, 40%, 35% это трафик сарафан, и то есть меня уже рекомендуют, я себе зарекомендовал. И остальная часть, там, может быть, из них 20% это самые маленькие усилия мои, где я конкретно, как бы, себя грамотно продавал в личных сообщениях при знакомстве, а остальное, это как бы люди сами приходили, это пассивный трафик, потому что я грамотно себя позиционирую в соцсетях, ты из личных бренд, сегодня это самая эффективная система продвижения в соцсетях. Можешь рассказать вкратце вообще, чем ты сейчас занимаешься в сети? На сегодняшний день я, ну, продвигаю, во-первых, свой бренд, веду свой ютуб-канал, также я занимаюсь, предоставляю услуги в основном в сфере ютуба, это ведение ютуб-каналов, консультации, там, настройка ютуб-каналов, аудит, все что как, и также еще я делаю обзоры, то есть делаю аудиты, консультации даю по соцсетям, то есть я могу проанализировать, чего не хватает, чего улучшить, как лучше вести в соцсети, потому что там алгоритмы постоянно меняются, вот только вчера мне пришло смс вконтакте, я зашел на их блог, и они опять заново поменяли ленту, я почитал, там очень интересные изменения, то есть сегодня нужно, скажу опять, забегу вперед, то что сегодня, еще раз я это говорил, еще раз это подтвердилось, нужно быть интересной личностью, те, кто интересный и делают уникальный контент, они будут больше собирать в ленте трафика. Ну и плюс, интересным обязательно надо быть, но и в то же время не терять адекватность, нужно быть нормальным человеком, как бы, просто можно быть интересным, но быть вообще неадекватным. Ну это понятно, нести пользу нужно обязательно, я вот сейчас в последнее время стал очень больше отдавать людям, даже бывает созваниваюсь просто так, бесплатно, мне ничего не трудно, и я понимаю, что вселенная реально тебе отдает больше, тебе начинают рекомендовать, даже вот элементарно, если ты идешь в кафе, да, у человека там нету денег, или ты там его решил угостить, ты его угощаешь, это все равно тебе вернется, возможно, человек просто тебе будет хорошо где-то говорить, или тебе упомянет, даже из-за того, что ты там не взял с него денег, ну или тому подобное, или просто его угостил, то есть элементарно даже вот не только в интернете, а в интернете это очень важно, а в бизнесе тем более, потому что любой бизнес – это бизнес отношений и порядочности, поэтому как бы я вот стал больше отдавать, и много полезного контента писать. А вот еще такой вопрос, а не секрет, что вот когда ты работаешь в интернете, чтобы ты не вещал, чтобы ты не говорил, и особенно если зовешь на какие-то темы, нужен уровень доверия, вот как его добиваться, потому что люди не верят тебе изначально, они тебя не знают. Да, ты прав, в интернете сейчас очень много кидалого мошенничества, и сегодня есть люди, ставят аватарки котиков-собачек, там фейков, они думают, что это работает, это давно не работает, и те люди сразу, которые вот такие, они делают подозрения, и у меня их практически не добавляют. Скажу так, сегодня, конечно же, первое, чтобы создать доверие, обязательно нужно показывать, вообще нужно продвигать свой личный бренд, а вообще, конечно же, ставить свою аватарку, но я не буду это рассказывать, если коротко взять, нужно обязательно показывать, первое, во-первых, самый главный вообще аспект, который я считаю, это писать видео. Видео создает доверие, вот вы сейчас меня смотрите, да, вы видите мои эмоции, здесь очень трудно соврать и обмануть. Видео реально увеличивает доверие, и посмотрев несколько роликов, человек, вам кажется, как сосед, как знакомый, да, и сейчас больше всего трафика поглощается, и вообще продаж идет через видео, потому что очень удобно видео смотреть и слушать, да, и второе, обязательно, конечно же, нужно показывать, писать, во-первых, свои мысли, свою экспертность, экспертность – это очень важно, если вы что-то продвигаете, вы должны показывать, что вы в этой теме шарите, ребят, а не просто так копировать, именно свои мысли, обязательно свои, даже если вы где-то что-то скопировали, вставляйте, добавляйте в свои миксуки, обратите внимание, как веду я свои соцсети, вы увидите, и еще обязательно свой лайфстайл, где вы бываете, там, чем вы дышите, там, с кем вы грубо гуляете, показываете, не обязательно, и обязательно, еще обязательно можно даже делать селфи от руки, обычные свои фотки, не обязательно, как некоторые, там, делают только фотосессию с фотосессией, да, создают успешный успех, больше, я говорю вам, если вы даже будете обычные фотки, даже бывает делаю фотки небритой, люди видят, что естественные, и они мне доверяют, они видят мои мысли, и, соответственно, это очень важно, и люди сами тебе пишут, вот это сегодня работает. А ты работаешь только в онлайне, и в оффлайне вообще не работаешь? Да, я своих, как говорится, начальников еще уволил в 12-м, наверное, или в 13-м году, потому что, ну, это начальники, они мне не дают приходить на работу во столько, во сколько я хочу, работать сколько я хочу и с кем я хочу, то есть это очень важные причины, и, соответственно, я давно перешел уже в интернет, не знаю, можно, говорю, лет 5, да, не все было гладко, я об этом уже сказал, и у меня есть видео, я об этом детально говорил, и поэтому я сейчас сосредоточился только на интернете, и, да, были моменты, когда я хотел уйти из интернета, но были такие депрессионные моменты, падения у меня. Ну да, я на самом деле слежу за твоим каналом, смотрел за тобой, ну, примерно понимаю, о чем ты говоришь, и, как бы, не каждый выдержит такое, мне кажется. Многие бы уже давно сдались, сказали бы, в интернете нет денег и пошли обратно работать на дядю. Да, просто у меня запредельная мотивация, я понимаю, если я себе не куплю автомобиль, квартиру, мне ее никто не купит, я из бедной семьи, как говорится, ну, из простой. У меня, у родителей не мышление интернет-предпринимателей, у них ни разу не было своего бизнеса, и я это понимал, я вижу перспективы, и тем более я уже имел какие-то знания, и было инвестировано 2-3 года, чтобы просто так взять, просто тупо заднюю ключить, и пойти продавать себя дешево. А сейчас мы себя в среднем продаем за 700 рублей, вот у нас, да, в городе, в Курске, да, где-то 8 часов в твоего рабочего времени, это в среднем 700 рублей. Я считаю, что я уже стою дороже, потому что у меня уже есть знания, где я могу, ну, как бы, себя продать дорого, и я инвестировал эти знания. И это знания не знали в институте, да, которые просто тебе дают, чтобы ты получил документ, они тебе еще ничего не гарантируют, а там дальше крутись ты как хочешь, как бы. Ну, вот смотри, ты, получается, стал интернет-предпринимателем, и вот сколько часов сейчас в день ты тратишь в среднем на работу? По-разному, честно сказать, у меня даже очень трудно высчитать, ну, где-то скажу в среднем от 3 до 5, ну, это именно конкретная работа за конкретные деньги и за конкретные действия, а так я очень много вообще сижу за компьютером, бывает, потому что очень много времени у меня уходит на образование. Я постоянно смотрю ролики, я подписан на определенных людей, которые мне импонируют в той или иной нише, потому что я интересуюсь разными нишами, будь то YouTube, будь то модельный бизнес, будь то сетевой бизнес, там, продвижение в соцсетях, там, что-то еще, то есть это очень важно, быть разносторонним и понимать, что происходит в интернете. Если ты не будешь развиваться, ты просто умрешь. Я просто знаю, даже взять те моменты, которые я использовал в 2015 году, да даже с нас там, они уже сегодня не работают. Очень быстро все развивается, блин, и тут ты понимаешь, блин, надо и то успеть, и то еще ролики посмотреть, то есть надо быть всегда в динамике, иначе если будешь только думать постоянно о своем, отстанешь потом, будет трудно. Ну, то есть, и тем более, если ты хочешь пилить контент, ты должен его поглощать. Просто вот почему людям трудно писать посты, потому что они развиваются, им неоткуда брать контент. А я перегружен информацией, потому что я очень много поглощаю, я выхожу на улицу, у меня сразу мысли созревают, я прямо на ходу, я сразу в заметки накидываю, ага, это я сделаю постом, тадо-тадо, то есть у меня уже контент, стратегия. Откуда я их беру? Потому что я общаюсь с людьми, я изучаю информацию, и мне вообще легко посты. Мне как-то один знакомый сказал, откуда у тебя столько мыслей, где ты их берешь? Ну, потому что я говорю, я, во-первых, в таком кругу людей, которые также мыслят, и я говорю, много обучаюсь, и проблем нет. это очень важно вся жизнь в интернете практически то есть сейчас наверное больше общаешься в интернете чем в реальной жизни с людьми ты знаешь были моменты когда я реально из интернета не вылазил у меня даже не было денег сходить пойти купить кофе не за что я был в жопе сейчас когда уже у меня есть какой-то заработок я как бы сейчас стараюсь даже выезжать всегда движуху наводить с кем общаться живое общение сам никогда не заметить интернете более сейчас можно ввести всю работу с гаджета со своего да смотря что опять же а ты развиваешь свой инстаграм есть у тебя инстаграм да я инстаграм развиваю я считаю инстаграм прогрессирующий я вообще развиваю четыре социальные сети это youtube это в к фейсбук и конечно же инстаграм я хочу сделать упор на инстаграм он у меня не очень сильно раскачаны но я все равно делаю виду 4 социальные сети потому что я считаю не кто-то ведет только инстаграм но а везде аудитория разное нужно охватывать всю аудитория как бы все тестирую но мне на самом деле вот сейчас такое впечатление что instagram сейчас активно развивается и ну вот мое видение что youtube немножко забросили ну как-то больше сейчас активен но это вот мое личное мнение а youtube наоборот не заброшено набирать обороты посмотреть сколько людей сейчас бизнес тематики ведут блоки вливают большие ролики большие деньги в контент инстаграм это инстаграм понимаешь это специфическая соцсеть а youtube это youtube это практически буду будущее вообще телевидение и медиа вот я даже дома смотрю клипы на ю тубе до занимаюсь там смотрю ролики уже на телевизоре все есть сейчас он телевизор instagram ну как бы instagram тоже хорош для продвижения ну как бы сравнивать трудно instagram это инстаграма youtube youtube это обе социальные сети хорошо в инстаграме ты не сможешь там только короткие видеоролики и там быстрый контент понимаешь youtube ты загрузил ролик он работает на тебя постоянно youtube даже пятилетней давности продвигает ролики в инстаграм он имеет мгновенный эффект ты загрузил до сразу получил там охват маленький туда-сюда все твое фото уже находится как говорится в заднице его никто не будет смотреть такие же алгоритмы в социальных сетях в к и фейсбуке сначала ты получаешь трафик опять же это умная лента так работает это отдельно у меня ролик есть тоже на эту тему а youtube чем хорош но ю тубе тоже есть минусы чтоб youtube толкал твое видео и постоянно продвигал ты получал с него клиентов трафик ты должен быть интересный твой ролик будет интересен еще в ю тубе такой момент сразу скажу что youtube это тоже непонятные механизмы у него бывает за что запилишь классный контент классный название она не выстреливает а бывает ты просто заливаешь она выстреливает то есть как вообще youtube непонятный механизм не знаешь выстрелит она или нет вак в этом плане вообще и мой совет ребят в плане ю туба систематически работать только когда вы много будете контента загружать в вас канал реально потому что загрузил 10 роликов ты не знаешь выстрелить ли хоть одно 11 ты возьмешь загрузишь она выстрелит и принесет тебе трафик и трафик получит остальные 10 очень важно постоянно нужно на youtube выкладывать если вы не будете выкладывать или у вас не выстреливают значит если уж вас все время не выстрелить начали что-то нужно меня ну да да согласен и плюс еще вот мне кажется именно youtube развивать намного сложнее чем instagram ну во-первых контент нужно продумывать и оформить не кажется сможет то есть instagram намного проще в использовании ну и вообще продвинуться на youtube мне кажется сложнее вот твое мнение смотри конкуренция в инстаграме сейчас конкуренция нереально насчет youtube а ты прав почему потому что что такое instagram сфоткался загрузил можно освоить программы там фото редакторы все а youtube понимаешь это понимаешь сделать фото это просто а записать видео это некий страх страх перед фото нет а страх перед видео есть потому что не так скажу не так выгляжу фото можно перещелкать и выложить а здесь надо говорить нужно быть подготовленным это первый момент второе нужно научиться это монтировать потому что не это еще дополнительные навыки либо же это затраты навыки передавать это кому-то в инстаграме еще раз говорю проще сфоткал выложил сфоткал выложил там коротенькой 30 секунд и может окна а youtube это целая работа плюс правильно называть описать сумеет продающие видео идет фото не сравнить с видео понимаешь инстаграм это больше фотоконтент а это видео и это нужно иметь навыки да мне сейчас легко записывать видео но у меня есть навыки и монтирую их быстро а некоторым людям это трудно и они не хотят преодолевать страхи это же кто-то там камеру надо еще что-то свет еще разный у людей хотя можно просто взять телефон и записать на телефон обыкновенный контент даже на три минуты наговорить не отрываясь либо же по кадру но нужно будет суметь смонтировать сейчас даже в любом телефоне есть редакторы ну да да смотри а как относишься к прямым эфиром вообще нормально но редко их виду в принципе прямой эфир этот самый контент мы можем потом сгрузить подредактировать залить он будет работать на нас постоянно в этом году кстати еще ни разу в социальной сети не выходил в эфир все хочу выйти я больше предпочитаю выходить в фейсбуке мне нравится у меня там более-менее крутая аудитория чем века я вот как ты бы планировала его думу выйти в эфир как бы это нормальная тема но я как туда не знаю больше предпочитаю такие обычные ролики потому что в эфире понимаешь там нужно вот на ходу сразу все соображать как бы ну и с одной стороны это очень полезно развиваешь сразу ум потому что эфир ты не меньше он запустился ты не нарежешь не уберешь а ролики значит снял переснял слепил так как тебе надо понимаешь меня просто вот расскажу да у меня просто есть опыт более года в перископе ну там у меня там один аккаунт 12 тысяч подписчиков другой там две с половиной тысячи там вип статус и уже все да но именно для использования в бизнесе перископ он вообще не работает то есть там аудитория вообще никакая поэтому я понимаю что надо развивать youtube там инстаграм то есть но это чисто вот для себя то что я прямых эфира то есть переборол страх разговаривать на камеру грубо говоря а вот чисто для работы не перископ не помогает ну отлично то что до видишь ты правильно сказал вот и поборол страх да и вообще видео youtube очень хорошо прокачивает там люди тебе можно если допустим в телевидении человек не может сказать там на того-то человека послать там его или как а здесь тебе обратный фидбэк охрененные люди говорят чем ты плох чем ты хороший тебе и ты можешь задуматься о интернет рули это реально в интернете можно реально получать фидбэк особенно на ютубе он прокачивать и видео тебя прокачивать что касается перископа да он набирал обороты но он загнулся я его тоже не использую туда знаешь люди просто заходят видит человек и просто хотят ему на храме всякие хитрые завистики знаешь обозвала сказать чему потому что знаешь такие есть люди ему делать нечего у них жизнь и так не удалось и не хотят кому-нибудь его подпортить вот ему делать не чудака я зайду кому-нибудь также и на ютубе есть ушлёпки которые создают аккаунты и просто льют грязь и делать нечего ну на ютюбе можно потись как ты отдыхаешь от работы смотри последнее время да и разными способами вот хожу на футбол хожу на баскетбол футбол играл сейчас травма пока под завязал спортом занимаюсь прогулки это очень важно нужно им иногда менять локацию потому что интернет реально у тут перегружаешь себя вот это постоянно за компьютером сидишь и зрение все и мысли бывает выходишь реально нужно проветрить то есть поэтому бывает в кафешке хожу там друзьями он в больных недавно играл то есть разные в принципе моменты конечно же нужно обязательно путешествовать на недельку на две прям нормальные эмоции заряда ловить потому что как бы интернет тоже за и заезживает тебя как говорится вообще работа до последний раз ездил если путешествуешь до последний раз здесь у нас был в краснодарском крае в этом году сейчас планирую небольшое путешествие это будет у меня чемпионат мира по футболу билеты уже готовы мне уже дали паспорт болельщика поем и может быть еще за им опять либо в сочи либо здесь в краснодарский край скажу так за границей ни разу не был даже нет загранпаспорта работы над этим обязательно нужно конечно же попасть принципе за границу это реальная тема потому что здесь идет да и хочется посмотреть как вообще других странах какой менталитет как люди живут то есть увидеть мир не я был за границами я считаю что нужно до границы обязательно съездить границы интересно ну ладно идем дальше вопрос смотри ты наполняешь канал видео под конкретные ключевые запросы или же просто на интересные тебе темы по-разному бывает реально вот есть интересная тема и ты понимаешь что но как бы ну во первых определить зайдет не зайдет я уже объяснил ранее как бы просто пишешь и пишешь такое название для того чтобы реально людям донести людям помочь какую-то полезный контент пусть он даже может быть эффекта не получит что не зайдет где-то в поиске в ютубе там место не займет или в жопе займет но все равно он пригодится он будет на тебя работать может быть человек кто-то зайдет на канал посмотрит его с канала либо же в соцсетях зайдет в раздел видео и люди посмотрят а так стараюсь конечно же посматривать какие актуальные запросы в какой-либо нише и последнее время тестирую как бы такие хитрые названия не обязательно подключил и запроса просто такие названия которые могут привлечь внимание и они могут зайти сейчас на ютубе я считаю нужно разное тестировать под запросы это запросы нужно стараться попасть в похожие видео под хитрые названия чтобы когда выходят но я смотрю статистику аналитику смотрю на канале если попал под какой-нибудь похоже видео под популярные видео до какой-нибудь попадая что у тебя просмотры прям растут и очень быстро там 1000 набирается быстро грубо говоря а вот еще такой вопрос если ты я думаю ты смотришь да сколько у тебя там просмотров на твоих видео сколько у тебя максимально просмотры на одном видео но я не знаю это трудно сказать опять же смотря за какой период то что помнишь не знаю я знаю и были по 30 тысяч но это за пару лет может быть они набрались я не подчискать учету или 60 честно не помню как бы разные разные но самое быстрое у меня я хайпанул на биткоине когда я сказал что битку конец и это видео за 4 какой за за три по моему недели что-то в районе 9000 просмотров но я столько гомна на меня хитры вылили сторонники этой криптовалюты потому что они же денежки вложили они трусились вдруг потеряют и они метам кем только не обзывали но я даже я пишите комментарии пусть видео продвигается нормально смотри же не следующий вопрос довольны ли ты посещаемостью своего канала или хотел бы увеличить и ну конечно бы хотел увеличить но я понимаю что у меня такой бизнесовый контент и я скажу вот у меня три тысячи да там сколько 300 что ли подписчиков я это набрал не центр рекламу не вкладывал я хочу вообще рекламу не вкладываться интересно посмотреть насколько я смогу и что канал выстрелить я тебе хочу сказать на сегодняшний день без рекламы очень трудно но я скажу на ю тубе реально может раскрутиться без рекламы у меня есть проект компонент клиент которому я веду канал с нуля вот у нас в апреле будет уже год я за 11 месяцев раскачал этот канал до 6000 чем-то подписчиков и там 1 миллион просмотров причем эти ролики снимались на смартфон на iphone вообще от руки без подготовки человек приходит просто снимаете представляешь даже вот не центов рекламы поэтому даже в условиях нынешней конкуренции да и типа все на рекламе подвязаны youtube все равно дает до сих бесплатный трафик и вот мой канал растет органически может даже на social blade зайти и посмотреть он по чуть-чуть растет органически не центр не вкладываю в рекламу ну все зависит от меня да мне нужно больше может быть еще больше роликов выгружать я одета 4 выгружать может быть более хайповый что-то улучшать что-то в тематике искать какие-то тренды может быть и больше просто сейчас на это нету времени на все равно регулярно виду и как скажу все равно мой канал с каждым годом все больше больше приводит на меня людей которые как бы ям которых я как бы монетизирую ну и у меня образуется новое интересное знакомство но мне кажется тут еще есть такой конфликт интересов то что ну ты понимаешь что есть темы которые прям офигенно заходят но возможно не тебе не интересны либо то что интересно но она не заходит ну грубо можно снять какую-нибудь чушь но словить офигенный хайп ну ты правильно мыслишь но вижу у меня такая просто тематика серьезная как бы бизнесовая как бы я про заработал интернете рассказывал как бы чушь тоже знаешь люди как бы видите а потом чушь погнать ради просмотров ну толку там будь 17-летний посмотреть нужно аудиторию у меня аудитория такая которая ну как бы денежная то есть человек приходя с ютуба он не задает глупых вопросов он просто говорит сколько стоит твоя консультация как правило то человек готов платить а вот вот эти люди ну хайпануя на просмотрах что это хайпят на просмотрах тех кто ставит акцент на монетизацию канала от рекламы я монетизирую свой канал немножко по-другому за счет я первых продвигаю свой бренд это очень важно и как тебе сказать и за счет продажи своих каких-то услуг вот такая у меня монетизация канала а не монетизация на рекламе реклама у меня не стоит давно и у меня там бан у меня меня хейтеры забанили накликали и youtube не смог доказать что я но не беда у меня там немного капало да я теряю на что сделать канал на хрена мне новый заводить и и как и тем более когда нет рекламы как бы это тоже как бы не отпугивает репута ну как бы людей когда постоянно реклама люди могут смотреть слиться то есть как бы везде есть плюсы и минусы а что самое трудное в деятельности на youtube вот с чем ты столкнулся какие трудности ну вообще ну какие трудности у каждого свои трудности кто-то боится вообще по статистике я вообще слышал что из десяти человек один в америке хочет стать ютубером но добивается процент единицы и все тоже у нас в россии все хотят там детишки все хотят быть ютуберами все хотят быть популярными но когда люди приходят на youtube они понимают что не все так просто ниши все заняты снимать все трудно и самое что я вижу людей не хватает терпения и системности человек вот у меня есть клиенты они приходят загрузили 10 роликов 4 результата нет ребят я вам скажу так я полтора года не получал отдачи от своего канала полтора года я уже мог 10 раз как youtube не работает его нафиг выкинуть это соцсеть не это но не рабочие но я продолжал работать и потом по нарастающей когда у меня было больше видео больше больше обо мне стали больше узнавать больше просмотров и больше людей а приходить у меня сейчас цель вообще тысячи видео на youtube канале ну за пять лет может больше я думаю сделаю если не буду лениться это приведет еще больше мне охват еще больше популярности и заработка это нужно понимать тем более youtube за youtube за вот видео и вообще youtube это реально скорого заменим телевидение я думаю ну для некоторых он уже заменил я вот телевизор уже давно не смотрю вообще мне лучше youtube посмотреть потому что на иной особенно если подписан на какие-то интересные каналы намного полезнее чем телевизор посмотреть телевизор это вообще зомбоящих я считаю там тебе навязывают информацию правильно это говоришь там тебе говорят не только навязывать когда ты выступаешь тебе говорят что сказать а на ю тубе ты можешь в интернете говорить что ты хочешь и тебя могут давать обратную связь вот в этом-то и разница и я телевизор тоже не смотрю только футбол так я реальный болельщик ну футбола и игрок и youtube я смотрю на тв все на смарт-телевизор а за кого болеешь если не секрет ну вообще в англии за манчестер юнати даже шапка я в них хожу и в россии за спартак москва да конечно а вот такой вопрос ты сказал у тебя там цели на пять лет а ну вот на этот год какие у тебя цели цели сейчас сказать как бы много деятельности в интернете конечно же вот youtube я озвучил но это как бы так есть тоже глобальные цены есть какие-то определенные у меня цели в плане финансовых целей тоже как бы озвучить конкретные цифры не буду но есть цифры которые я хочу допустим планку достичь также цели в определенном спорте например у меня есть некоторые цели я тоже хочу немного себе еще улучшить стать более крутой версии себя я и так уже скинул вес но хочу еще дожаться вот сейчас тоже начинаю уже включаться пробежки летний туда сюда и личность расти то есть очень много разных целей обязательно конечно же попутешествовать какие-то там еще моменты реализовать то есть цели очень разных есть там глубокие какие-то цели то есть какие-то активы тоже создать интересные хочу которые как бы будут приносить тебе прибыль я хотел сказать видел сегодня твой stories вк что твой стадион еще не готов да и одна девчонка сказала что это отговорки я говорю вполне возможно я занимаюсь постоянно дома все равно поддерживаю себя и это просто из-за того что в этом году много снега выпало так в принципе я могу то есть как бы это бег но я там немного но месть месяц может быть я как бы чуть-чуть простоялся так я не считаю наверстаем короче ну я думаю последний вопрос что посоветуешь начинающим ютюбер ну что как обязательно конечно ну стандартно выбрать обязательно нишу обязательно нишу выбрать для кого увещаете и конечно же не бояться но самое главное это не сдаваться потому что ребят нигде нет быстрых и легких результатов да может быть вы создадите youtube канал у нас выстрелит их и понять сразу но большинстве случаев обратный человек быстрее сливается чем как бы достигает результаты опять же смотря для чего я рекомендую если вы хотите там сразу с ютуба зарабатывать да то конечно же обязательно вам нужно сразу создать коммерческий аккаунт большинство людей как бы ну снимая вот что могу в чем разбираюсь и к там подключу монетизацию надеется на монетизацию а потом ее обрубают и люди сливаются либо удаляют канал а сейчас youtube уж источил условия правил и соответственно сейчас все сложнее на родной монетизации заработать продвигайте свой бренд продвигайте свои услуги ищите какие-то интересные монетизации на youtube за счет видео маркетинга очень много класса даже может быть вы классно будете разговаривать вы засветите может быть вас пригласят где-то выступит за деньги или же вы станете ведущим почему нет много ютуберов стали их приглашать даже на т.в. почему нет но это плодотворная работа может у кого-то талант у кого-то нет но нужно постоянно работать то есть самое главное ребят конечно же терпение и систематическая работа потому что но этого не всем не хватает и мне тоже во многих случаях этого не хватало и я сейчас стараюсь системно работать и у меня реальный результат даже будто спорт будто youtube канал будто не знаю заработок также люди приходят в интернет начинают у них мы получать и начинать там сетевой бизнес там 30 человеком сказал мне отказались коллега хатом все человек энтузиаст пропал все как бы отбить и до конца все равно результат будет до соглашусь с этими словами и вот не помню кто сказал но это реально работает что люди чаще сдаются чем проигрывают да я же говорю не хватает людей люди еще я заметил хотят быстрого результата и сразу же может быть ему и можно где-то достичь но это фейковый результат потом даже если вы сегодня подняли быстро потом стану станете нищеброда в том что вымышлению не пришли к этому миллиону как делать его постоянно понимаете нужно созреть нужно стать лидером а это так фейковые взлеты на каких мошеннических схемах поэтому здесь быстрого как говорится ко всему нужно приходить и нужно системно работать и получать опыт также как и даже вот еще вернуть к ютубу снимая ролики некачественно говоря некачественно со временем вы научитесь уверенно держаться на камере уверенны у вас будет голос вы же не будете реагировать на хамский комментарий вам будет уже плевать то есть вы себя прокачиваете вы навыки свои прокачиваете также в монтаже видео и во всем фотосъемки везде все работа системно отрабатывается опыт и навыки ну вот еще один вопросик и все как ты относишься к тому что начинающие ютюберы некоторые заморачиваются ну там с фото видео техника и все такое ведь можно просто начинать с телефона снимать правильно совершенно верно опять же смотря какая тематика если у тебя развлекалов какая-то нужно интересно подойти к этому то что развлекательный контент или шоу это шоу да даже взять артистов там которые на сцене вот выступают да там джи ло взять мадону они не просто там выходе переплаты у них там целая команда день и там грубо говоря домашних блогеров ну если ты домашний блогер у тебя какой-то вот допустим образовательный контент можно реально от руки снимать вот мы сейчас считаю с тобой создали образовательный контент по любому кому-то он понравится кто-то скажет да вы льете воду это всегда так потому что кто-то может быть уже это знает кто-то нет а то конечно взять от руки на смартфон реально снять даже две-три минуты снял что-то рассказал люди тебе уже узнали если ты будешь постоянно снимать люди тебе будут доверять на узнавать а некоторые да есть люди которые хотят там сразу быть крутыми классными там сладкими там все я не выйду пока вот я там у меня камера плоха у меня нет света у меня ребят не парьтесь начинайте снимать лучше вы сделаете такой контент но уже будет результат чем никак он опять же все зависит от ниши если вы хотите показать там какую-то крутой контент вопрос насколько вас еще хватит и крутой контент нужно вкладываться бабок и я знаю люди которые вкладывали в ролике огромные там сотни тысяч пять-шесть роликов залили на youtube канал думали его сделать как каким-то активом чтобы потом это купился а он просто не выстрелил и люди просто взяли и слились есть много звезд с телевидением приходили хайпанули потом просто канал начал скатываться понимаете тут даже если когда ты поймал хайп еще нужно удержаться на этом хайпе даже если ты парку крутой стал топом стал 1000 должен держать эту планку топа а это не просто удержаться очень трудно чем взлететь то что все быстро меняется и нужно быстро вот это пронюхивать поэтому здесь как бы трудный ответ но я скажу так что сегодня еще до сих пор ролик простой контент это даже от руки я думаю и на стены поэтому как бы такой совет от тебя но я тоже согласен с этим что если хотите начинать на ютюбе берите телефон снимайте если у вас будет классный контент вас в любом случае будет смотреть а технику всегда успеете купить вы уже на год дайте опыт да сейчас реально телефона круто снимают не обязательно покупать какую-то камеру за 15 2000 телефон не знаю за 8000 какой-нибудь android снимает неплохо те же самые 720p они вполне себе сейчас телефон вообще снимают как реально нормальный айфон и вообще ну или более такие дорогие телефоны там от двадцатки самсунге любые снимают довольно таки приличного качества это вполне хватает тем более если у вас образовательный контент вы юрист вы психолог вы хотите передать свои знания людям главное люди вот вас видят картинка есть да и главная информация что вы можете помочь а если конечно уже еще раз говорю подходить более там ниши какую-то развлекательные там конечно же другая стратегия там уже не прокатит вот так вот не столько рожу корчите не знаю там дурачка включать но это уже другая история понятно ну я думаю будем заканчивать принципе уже нормально получилось да в принципе тебя благодарю за то что позвал меня на интервью надеюсь наши советы и наше интервью будет полезно зрителями они подчеркнут какую-то отсюда полезную в принципе информацию да тебе же тоже спасибо что согласился на интервью не знаю вырежешь ты это или нет но евгений согласился как бы абсолютно бесплатно провести интервью поэтому я ценю это возможность зачем мы будем вырезать я всегда готов поделиться какой-то полезной в принципе информации дать людям потратить свое время почему я не из таких людей то есть люди да которые там продажные платьте мне я выйду в скайп собор завод там очень много даю я уже ранее сказал полезной информации и в принципе я никогда не трудно поделиться реально практическим опытом и знанием они тупо какой-то там непонятной теории которые там вчера прочитала сегодня тебе пересказываю а как ты отнесешься к тому если тебе кто-нибудь также напишет и скажет ну я тоже хочу с этого интервью провести почему бы нет я всегда готов идти на какие-то встречи и какие-то моменты даже там поучаствовать в вебинарах у меня звали у меня есть даже куски нарезанные я по ютубу проводил вебинар для аудитории почему нет рассказал к настроить youtube канал понятно так что пользуйтесь евгений вам поможет на ребят пишите не проблема пишите в социальных сетях можем организовать совместную съемку если вы из моего города там вот так вот через интернет можем там я не знаю в сообщениях какие-то рекомендации в скайпе не вопрос как бы обращать мне кажется что вот например ну я не знаю конечно ты там более в этом опыт на данную но к примеру ты мог бы сделать серию таких интервью до с начинающими видеоблогерами ну что у каждого есть какие-то свои вопросы и к тому же в принципе ты даже для себя много можешь подчеркнуть из этого и плюс это своеобразная коллаборация и то есть для тебя контент и для этого человека контент ну понятное дело хорошая идея возможно сейчас просто работаю своей много будет так почему нет всегда конечно же можно делать взаимный какой-то движ с разными людьми с разными в разных нишах не только с ютуберами ну все будем заканчивать чтобы не было затянутым видео да рад было еще раз говорю общению поэтому если что ребят принципе обращайтесь всегда рад буду всем помочь и дать какую-то полезную информацию а тебе еще раз говорю виктор спасибо за то что пригласил но поделиться полезным информацией с зрителями взаимно спасибо же они тебе все ребят всем пока всем пока